МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня нас ждет кулинарное путешествие сразу по нескольким странам, которые стремятся жить как одна большая дружная семья. Добро пожаловать на кухню Евросоюза. Как это добрососедство сказывается на традициях, привычках, культуре питания, узнаем у нашего почетного гостя. Это глава представительства ЕС в Беларуси Андрея Викторин. На телеэкранах глава представительства ЕС в Беларуси зачастую появляется во время официальных мероприятий или делового общения с прессой. Увидеть Андрея Викторин в неформальной обстановке – это 10% из 100. Это я на фотографии. Выгляжу немного странно, но моей маме нравилось, когда у меня на голове был такой пучок. Остальные фото я никому не показываю, потому что когда я стала постарше, я носила очки, и вот была с такой штукой на голове. Постоянные переезды, прелесть и одновременно сложность работы. Новое место жительства быстрее становится уютным, если с хозяйкой фигурально путешествует ее дом. Быстрее всего доставляют семейные фотографии и библиотеку. Когда я хочу все распаковать, это становится большой проблемой. Я спрашиваю себя, зачем я это делаю? С каждым переездом теряется порядок книг. Но я знаю, где должны быть определенные из них, и в конце концов я его нахожу. В домашнем собрании полутысяча изданий. Специализированная литература, сказки и новеллы. Мне нравится произведение Ганса Фаллада. Это немецкий писатель начала 20-го столетия. Он описывал трудности жизни рабочих, скажем так, в Берлине в 20-е-30-е годы. Это одна из его знаменитых книг «Человек хочет наверх». А если я куда-то уезжаю, я беру эту книгу с собой. И вот еще одна из книг, я ее очень люблю, это подарок. Мне его вручили коллеги во время первого назначения в Ригу. Это было в 90-х, ей столько же лет, сколько и мне. А вот моя фотография в более юном возрасте. Это 1994. Дипломат с 30-летним стажем. Работала в немецких посольствах в Латвии, Нидерландах, в начале 2000-х в Беларуси. Позже руководила дипломатическими миссиями в Армении и Латвии. В Минск на должность главы представительства Евросоюза вернулась в 2015-м. Здравствуйте, Андрея. Очень рада вас видеть. Мне кажется, мы сегодня поставили вас перед непростым выбором кулинарным. Выбрать одно блюдо из множества европейских. На чем вы остановились? Я выбрала свой любимый домашний рецепт. Нам очень повезло. И какой же? Какой же рецепт? Это свиные медальоны в сливочном соусе с большим количеством трав. В этом блюде много калорий, но зато очень вкусно. Это мой домашний рецепт, и это микс нескольких национальных кухонь. Со мной этот рецепт путешествует по всем странам, где я побывала во время своей дипломатической службы. Что ж, давайте поскорее приступим, надеваем фарфики. Это кулинарная дипломатия. Сегодня мы готовим свиные медальоны под сливочным соусом с грибами вместе с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Андреа, что нам понадобится для приготовления этого прекрасного блюда? Прежде всего, начнем с трав. Их необходимо порезать. Какие травы нам понадобятся для медальонов? Берем молодой зеленый лук. Давайте поделимся. Вам половина и мне половина. Андреа, мне кажется, у нас есть удивительная возможность узнать вас получше, потому что обычно мы наблюдаем за вами как в роли дипломата, на серьезных переговорах, конференциях. А какая вы настоящая? Какая вы кулинар? Какая вы женщина? Расскажите, почему именно это блюдо сегодня вы выбрали и откуда вы родом? Столько вопросов сразу. Прежде всего, я обычная женщина. Да, я работаю дипломатом, но я очень люблю готовить. Это позволяет мне переключиться, расслабиться. Естественно, когда живешь и работаешь в другой стране, пытаешься больше узнать о ее кухне. Но прежде всего, готовишь по рецептам, которые привез со своей родины. Сегодня мы готовим по семейному рецепту моих родителей. Я хорошо помню его с самого детства. Моя мама, к сожалению, так и не научилась готовить. Меня этому учил отец. И это блюдо я готовлю всю свою жизнь. Вы рассказали про свою маму, про своего папу. А откуда вы родом? Я всегда говорила, что больше европейка, нежели немка. Потому что родилась в городе Бонн, в столице ФРГ на тот момент. А мама у меня из немецкой семьи, которая жила в Румынии. Отец родом из Силезии. Поэтому у меня смешано европейское происхождение. Мне кажется, это очень здорово, потому что вы именно представляете не Германию, а какую-то страну, а целый Евросоюз. Мы выродились в Бонне, а это родина Бетховена. Сразу вспоминается лунная соната. Та-да-да, 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 та-да-да. Вот классика, Бетховен. Повлияли на ваши музыкальные вкусы? Наверное, это несколько традиционно, но я правда люблю классическую музыку. И особенно мне нравятся в Минске великолепно здания театра оперы и сами спектакли. Но сегодня даже дома на диване при желании можно в интернете посмотреть замечательную постановку. Так как мы уже стали говорить про оперу и про ваше увлечение, чем еще вам нравится увлекаться, кроме музыки? Как вы любите проводить свои свободные вечера в Минске? Я очень люблю гулять. Я выступаю за здоровый образ жизни, хоть и не являюсь поклонницей спорта как такового. Мне нравится просто пройтись по Минску. Часто это делаю одна. Приятно открывать для себя что-то новое, что не увидишь в процессе своей дипломатической деятельности. Кстати, на работу и с работы я хожу пешком. А поделитесь с нами своими последними открытиями. Мне очень понравились кварталы возле тракторного завода. Люблю посещать фэшн-маркет и открывать для себя новых молодых белорусских дизайнеров. Кстати, зелени нам уже достаточно. Помогите мне с этой травой. Это, кстати, очень заметно. Почему? Потому что всегда на переговорах, когда вы выступаете по телевизору, даете комментарии, вы всегда очень ярко. У вас красивые украшения, у вас всегда платок. У вас, может быть, какие-то уже предпочтения сложились? Я очень внимательно рассматриваю то, что предлагают дизайнеры на этих выставках. Мой образ реально зависит от всевозможных шарфиков. Когда я пришла на очередные переговоры без платка на шее, кто-то из моих коллег остроумно подметил. Что, сегодня без занавеса? Если продолжать тему достопримечательностей, в Минске мне очень нравится Комаровский рынок. Замечательное место, где можно увидеть столько интересных продуктов и поразмышлять, что из них можно приготовить. Мне кажется, Комаровка стала уже нашей визитной карточкой, потому что все любят туда ходить, потому что она такая колоритная очень, представляющая наше достояние, наши продукты. Да, конечно, в любой стране рынок – это отражение культуры. Если хочешь понять народ, идешь на местный рынок. Например, когда я работала в Риге, часто ходила в подобные места. А когда многое становится понятным, начинаешь смешивать национальные культурные особенности со своими представлениями о кухне. А вот как бы вы охарактеризовали немцев через еду? Какое бы вы блюдо тогда предложили? Германия – это федеративная республика в составе 16 земель, поэтому много культурных различий. Прежде всего, между севером и югом, поэтому назвать одно блюдо невозможно. Ну, я тоже знаю, что в Германии очень любят картофель. Это правда? Да, немецкий картофель знают все. Но немцы очень восприимчивы ко всему новому. Сейчас, например, очень популярна итальянская кухня. В римских землях, где я выросла, есть картофельное блюдо, очень сильно напоминающее ваши драники. Мы их называем «райбекюхен». Райбекюхен. Интересно, вы едите эти драники так же, как и мы со сметаной? Как едят немецкие «райбекюхен». Едят в Германии эти картофельные оладьи и со сметаной, и с лососем. Есть и сладкие варианты соусов, например, яблочный. Рецепты этого белорусского и немецкого блюда очень похожи. Так же, как и вы, мы натираем картофель на мелкую терку. Вы уже много лет живете в Белоруссии, а какие гастрономические вкусы наши вас удивили? У меня впечатление только положительное. Я обожаю ваши холодные супы. Прежде всего потому, что в них добавляется много зелени. Например, я обожаю укроп. Многие немцы его не любят, а для меня это самая любимая трава. А в Германии так же распространены супы, как у нас? У нас есть очень много разных видов. Да, супы очень популярны у немцев. У каждой земли есть свой фирменный рецепт этого блюда. Есть даже свадебный суп. Что это за суп? Из чего он состоит? Свадебный немецкий суп. Я впервые о таком слышу. Точный рецепт свадебного супа я вам не подскажу, потому что я из другого региона, но, насколько я наслышана, там используются крепкий бульон, овощи, яйца, сваренные в мешочек, небольшие кусочки мяса и мучные изделия, например, паста. Это довольно-таки сытный суп. Я так понимаю, что в Германии свадьбы проходят так же весело, и такой суп служит для того, чтобы потом прийти в себя. Да, я думаю, именно так. Мы немножко прервались на разговоры. Давайте вспомним про наши медальоны. Мы уже нарезали много трав, шампиньоны, коричневые шампиньоны, и приступили к мясу. Мы используем пастрому. Как мы нарезаем ее? Какими кусочками? Это во многом философский вопрос. Для этого блюда мы берем свиную вырезку, вы ее называете пастрома, и нарезаем маленькими медальончиками. Мясо в этом рецепте можно заменять на другое. А можете доверить мне порезать мясо? Есть. Мы подошли к мясу. Вы слышали наверняка о том, что многие ученые утверждают, что мясо сейчас оказывается вредно для человека, оно вызывает разные тяжелые заболевания. Но мы, белорусы, любим мясо. Вы в Германии тоже любите мясо. Как вы относитесь к этим новым открытиям? Мне кажется, все хорошо в меру. В еде тоже. В 19 веке люди в полях работали по 10 часов в день, и, естественно, они должны были кушать очень хорошо. Если мы будем есть в таком количестве сейчас, когда много людей проводят в офисе целый день, нам это точно на пользу не пойдет. Как и во всем, чувство меры нам поможет. Я всегда за умеренность. Мне кажется, лучше меньше, да лучше. Нужно покупать качественное мясо. В Европе это большая тема для обсуждения. На рынке много дешевых и не всегда качественных продуктов. Я всегда стараюсь покупать мясо, выращенное на биотехнологиях. Мне кажется, важно еще рыбу употреблять почаще. И, конечно, интересное вегетарианство. Андрея, какой следующий этап приготовления свиных медальонов? Я обжарю очень быстро медальоны и положу их в форму для запекания. Это кулинарная дипломатия. Напоминаю, что сегодня мы готовим свиные медальоны вместе с главой представительства ЕС Беларуси Андреа Викторин. Арбайтен? Я. Продолжаем Арбайтен. Еще один такой кулинарный стереотип о Германии – это сосиски. Мы все считаем, что Германии очень любят сосиски. Их разных много видов там. Но я слышала, что на севере Германии любят селедку. А вы слышали такое блюдо белорусское – сельдь под шубой, такой салат? Селедку под шубой знаю. Тоже блюдо, в котором ноль калорий. Но у нас немного другой подход, чем у белорусов. Специальная сливочная заправка, маринованные огурчики, лука много. Для цвета добавляют немного свеклы. Вы следите за своей фигурой? Может быть, у вас поделится каким-нибудь рецептом стройности? Потому что мы все время говорим про здоровый образ жизни, про фигуру, про диеты. Я стараюсь некоторые продукты по возможности вообще не употреблять, например, майонез. Вместо него использую хорошее растительное масло. Но и вечером поменьше ем. В Беларуси следить за весом сложновато, потому что с вашим гостеприимством отказаться от дополнительной порции бывает трудно. Мы учтем диету от Андрея Викторин. Спасибо вам большое за то, что поделились с нами. Мне нравится один прекрасный проект, который вы организовали. Он тоже кулинарный, но связан с популяризацией немецкого языка в Беларуси. Однажды вы пригласили в нашу школу известную женщину, которая кулинар, которая написала кулинарные книги, которая есть в свой YouTube-канал, и она приготовила такие неординарные блюда и учила готовить эти блюда детей. Как вы относитесь к таким проектам и к таким необычным блюдам? Это хорошая идея. Она очень популярна не только в Германии, но и во многих странах ЕС. Знаменитые повара прививают любовь детей к здоровой кухне. Это важно, потому что во всем мире актуальна проблема правильного питания детей. Они употребляют слишком много фастфуда. В Европе сейчас это целое движение – показать подросткам, что можно купить хорошие продукты и весело приготовить здоровую еду. В Беларуси мы проводим более обширный совместный проект по популяризации здорового образа жизни. Финансируется он ЕС, а осуществляется программа развития ООН. Местные инициативы сами решают, чего им не хватает для ЗОЖ. Кому-то велосипедные дорожки, кому-то площадки для занятий спортом на свежем воздухе, а кто-то хочет заняться приготовлением здоровой еды. Мне интересно, зачитая даже то, что они готовили, женщину кулинара известного звали Анна Софья Хоффман, и она научила готовить необычное по сочетанию вкуса блюдо – кексы с горчицей и кремом из зеленого горошка и красную пиццу. Представляете? Я напоминаю, что мы обжарили до золотистой корочки мясо, и теперь в этой же сковородке обжариваем наши коричневые шампиньоны. Это кулинарная дипломатия. Мы продолжаем готовить свиные медальоны вместе с главой представительства ЕС Беларуси Андреа Викторин. Андреа, какой очередной этап приготовления свиных медальонов? Сейчас будем делать соус, и это самое главное. Важно выбрать правильные сливки, которые используются именно для взбивания. 33% жирности. Если сливки правильные, мясо получится очень нежным. Запомнили? Очень калорийные сливки. 33%. Да, они, конечно, жирные, но мы же не едим так каждый день. Зато вкусно. Андреа, пока вы продолжаете готовить соус, я хочу познакомить наших телезрителей с гостем, еще одним гостем. Андреа пришла не одна. Знакомьтесь. Это маленький монстрик Андреа. Представьте нам, пожалуйста, его. Это моя любимая игрушка. Ее зовут пожиратель печали. Если у вас какие-то сложности или вы на кого-то злитесь, напишите об этом на бумаге, расстегните монстрику рот, положите ее вовнутрь и идите спать. На утро ваши печали исчезнут. Видите, как он мне подходит? А такой пожиратель печали есть у многих европейцев? Эта игрушка очень популярна у маленьких детей. Ее придумал молодой немец. Сейчас она набирает большую популярность. История этой игрушки – это история успеха. У меня есть одно желание к этому маленькому монстрику. Можно пошептать? Да, конечно. Мне кажется, мое желание вас должно рассмешить, потому что оно, наверное, совпадет со многими другими белорусами. Почему визы в Евросоюз такие дорогие? Но виза для белорусов стоит практически в два раза больше, чем другие страны. Может быть, рассматривается вопрос об изменении цены в лучшую сторону? Порадуйте нас! Я уверена, нам удастся преодолеть последние сложности на пути к упрощению визового режима. Но пока я очень благодарна странам ЕС, у которых есть консульские службы в Беларуси, за то, что они создают благоприятные условия по выдаче виз для многих категорий граждан. И студентам, и людям, которые участвуют в программах профессионального обмена. И тем, кто едет учиться по стипендиам в страны ЕС и участникам нашего знаменитого проекта «Мост». В последнем случае консульские службы либо берут совсем маленький взнос, либо не берут вообще ничего. Звучит позитивно, и мне кажется, что, может быть, ваш маленький монстрик услышит нас и поможет в преодолении вот этой вот небольшой преграды. Обычно все работает. Что ж, мы закончили соус, залили его в наше мясо, и давайте напомним, из чего состоял соус. Да, конечно. Но для начала я поставлю это блюдо в духовку. Пусть запекается, и все затем объясню. На сколько градусов? До 175 градусов. И на какое количество времени? На 45 минут. Какой гарнир нужно подавать к медальонам? Я бы рекомендовала приготовить рис или пасту. А если вы белорус, можно и картофель. Большой выбор гарниров, кто что любит. Что ж, приступим к приготовлению нашего гарнира и посадим нашего монстрика на видное место, куда бы его посадить. Вот сюда. Вот сюда, чтобы он все время был с нами. Что ж, гарнир. Мы будем готовить рис. Давайте отправимся. Нет-нет-нет, стоп. Рис будем готовить, по-моему. И что нужно для приготовления вашего риса? Я всегда вначале обжариваю рис в растительном масле и добавляю для вкуса немного бульона. Я всех своих крестных детей научила, что именно так нужно готовить вкусный рис. Теперь мы научимся готовить рис по вашему способу. Мы можем назвать его «Рис от Андреа Викторин». Окей, я совсем не против. Андреа, вы упомянули ваш проект «Мост», который вы реализуете совместно с Министерством иностранных дел Беларуси. Расскажите о нем, потому что, мне кажется, он очень перспективный, прекрасный проект. Это действительно мой любимый проект. «Мост», наверное, самый заметный из всех реализуемых нами проектов. Он заключается в том, что молодые профессионалы из Беларуси могут поехать в любую страну Евросоюза, если им нужно наладить какие-то профессиональные контакты, принять участие в профессиональных событиях, таких как, например, конференции. Сферы, в которых работают такие профессионалы, самые обширные. Я лично очень люблю рассказывать историю, что даже специалисты из Беларуси по укладке паркета ездили в Италию для того, чтобы наладить профессиональные отношения с мастерами оттуда. Или, например, артисты белорусского балета ездили в Австрию на конкурс мастерства. Кстати, Белорусска с ограниченными физическими возможностями, которая выиграла в Европе конкурс красоты, ездила туда именно при поддержке программы «Мост». Она на меня произвела огромное впечатление, потому что она много сил отдает для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями были полностью включены в жизнь общества. Мне кажется, она многих вдохновляет. Конечно, я с вами полностью согласна. А с каким отношением страны, организации идут на этот проект? Принимающие страны очень положительно принимают этот проект. Например, у нас уже получилось отправить белорусских профессионалов по программе обмена во все 28 стран ЕС. Можно также привезти специалистов из стран ЕС в Беларуси, если в этом есть необходимость, и это даст толчок для развития профессиональных контактов. А в Беларусь приезжают за опытом? И кто приезжает? Я знаю, есть бизнесмены, которые заинтересованы в налаживании контактов в Беларуси с целью инвестиций. Знаю, что студенты из европейских вузов также приезжают к вам по специальным программам обмена. Мне кажется, большую роль в этом сыграл введенный в Беларуси новый пятидневный режим для иностранцев. Это действительно позволяет открыть вашу страну. Более того, многие уже жалуются, что пять дней – это мало. Идет разговор об увеличении срока. Мне кажется, это была бы хорошая идея. Расскажите нам, что вы добавили в рис? Я попыталась немного обжарить рис, добавила бульон. Мне кажется, это делает его вкус более ярким, нежели просто добавить соль. Также положила лавровый лист. Травы не добавляла, так как они в большом количестве будут в соусе. Если для соуса не хватает какой-то зелени, можно добавить ее в рис. Мы уже поняли, что вы любите пошутить. А скажите, юмор помогает в дипломатической деятельности? Да, юмор, конечно, необходим в любой ситуации. Без него было бы очень сложно, в том числе и в дипломатической карьере. Бывает, что-то само по себе происходит смешное, но чаще всего юмор проявляется там, где есть трудности. Подходить к сложной ситуации с юмором – это способ выйти из нее достойно. А может быть, вы вспомните какую-нибудь интересную историю, которая произошла на каких-то очень важных переговорах? У меня была ситуация, которая научила меня объяснять мотивы, почему мы так делаем. Потому что очень часто люди не понимают, из чего исходит твое решение. У меня была такая ситуация во время одного из моих последних назначений в качестве посла. Я была в банке, чтобы открыть счет. Ну, всем нужен банковский счет. Я заполняла анкету и в графе род занятий написала посол, потому что именно этим я и занимаюсь. Но сотрудник банка спросила, а все-таки какой у вас род занятий? Я, например, бухгалтер в банке, а вы что делаете? Для меня было большое затруднение вот так сходу сразу сказать, чем я занимаюсь. Но на самом деле не все обязаны понимать, чем занимается посол. Иногда нам нужно это объяснять людям дополнительно. Очень интересно, потому что мне кажется, это очевидно. И вот я заметила только что, кстати, на брошке у вас написано «Why not?». Почему нет? А что «почему нет?». Почему бы не быть счастливым сегодня? Для меня это призыв к тому, чтобы быть счастливой независимо от того, что происходит, и радоваться каждому дню, даже если плохая погода. На брошке написано «Почему нет?». Что ж, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем приготовление наших свиных медальонов и гарнира риса. Посмотрите интересный сюжет и встретимся на дегустации. Несвежский замок, родовое гнездо Радивилов, древнейшая в Беларуси городская ратуша, первый барочный храм в Восточной Европе. Эти места – обязательная программа для всех туристов. Ежегодно в Несвеж приезжают сотни тысяч гостей. Прогуляться по историческим местам можно пешком, а можно на электрокарете. Два года назад по Несвежу начал курсировать автобус на аккумуляторах. Без шума и вреда для окружающей среды. Появление экологически чистого транспорта – часть проекта перехода Беларуси к зеленой экономике, финансовую помощь которому оказывал Евросоюз. Популярность набирает и велодвижение. Новый проект при поддержке ЕС запустили в прошлом году. Инициатива поможет сделать велосипед повседневным видом транспорта. Сейчас ведется создание инфраструктуры в столице и регионах. Напоминаю, это кулинарная дипломатия. Сегодня мы приготовили свиные медальоны под сливочным соусом с грибами по семейному рецепту. Андреа Викторин, главы представительства ЕС в Беларуси. Андреа, не терпится попробовать, что у нас получилось. Попробуйте, надеюсь, вам понравится. Мне кажется, очень, потому что, во-первых, пахнет очень вкусно, выглядит очень аппетитно. Мясо получилось таким нежным. Браво! Это высокая кухня. Я вам хочу сказать, что Андреа настояла на том, чтобы мясо готовилось именно в этом, ее блюде. Андреа, почему? Это наследство. Еще от моих родителей. Я эту форму беру везде, куда бы я ни поехала. Может быть, это и есть часть успеха в рецепте? Если бы мне режиссер позволил, я бы устроила несколько минут тишины, чтобы опустошить тарелку, а потом продолжить разговор. Что ж, Андреа, мне кажется, что Беларусь для вас стала уже родной, потому что вы работали здесь в начале 2000-х годов, вы были заместителем посла Германии здесь, потом снова сюда вернулись, уже представителем целого Европейского Союза. Вот как вы считаете, как развиваются отношения нашей страны и ЕС? С тех пор, как я приехала в Беларусь, я вижу, что у нас налаживается все больше и больше контактов, что мы можем улучшать отношения благодаря тому, что больше делаем вместе. Для Евросоюза Беларусь очень важна как сосед, и, естественно, мы хотим, чтобы отношения со странными соседями у нас были очень хорошие. Мы дорожим нашими отношениями. Спасибо вам большое за вашу работу. Кроме того, спасибо вам большое, что поделились своим семейным рецептом. Это с удовольствием. И мне кажется, что мы вас узнали сегодня поближе. И не отпустим вас без подарка. Во-первых, это цветы. Мне кажется, это букет такой же нежный и одновременно яркий, как вы. Спасибо большое. Букет очень красивый. Мой любимый цвет. Очень рада, что мы вам угодили. И еще один подарок, любезно предоставленный торговой маркой «Белорусский лен». Пусть он тоже напоминает вам о нашей теплой и уютной встрече. Спасибо. Это очень приятно. Спасибо большое. Вы, наши уважаемые телезрители, запишите рецепт свиных медальонов и гарнира. Для приготовления свиных медальонов в сливочном соусе вам понадобятся 2 свиные филейные вырезки, 2 пакета сливок, 3 лимона, 50 граммов муки, 250 граммов грибов, пучок петрушки, укропа, шмидт-лука, прованские травы, соль и черный перец по вкусу. Сегодня мы вписали в книгу рецептов еще одно потрясающее блюдо. Оно получилось нежным, ароматным, очень вкусным. Такое элегантное во всех смыслах кушанье идеально дополнит любой праздничный стол на семейном торжестве. И придется по вкусу многим. Через неделю нас ждет новое кулинарное путешествие. Живите вкусно и помните, что дипломатия бывает разной, даже кулинарной.